портал x get поступил вопрос как цирка относится к сленгу ну да есть такое явление в природе сленг он может быть разный вот я был девяносто втором году на влаами оттуда ссылали в советское время таких людей с проблемным поведением вот у них сленг был мат вот и там спокойно женщина там лет 35 лет своему сыну 11-летнему все объяснял на мать вот очень интересно вот необычно для меня так что может быть такой способ конечно лучше говорить на русском языке потому что мысль должна быть выражена каким-то словом то что часто в чем это например велики бывают поэты писатели то что они иногда выражают мысли которые мы чувствуем а выразить не можем а нет взяли выразили это тоже самое художников они смотрят на обычный какой-то вот пейзаж это не как-то схватывает с таким художественным воображением и вроде бы пейзаж то же самый как-то что-то схватили и мы поражаемся его красоте вы представляете вот если это перейти всю красоту нашего богатого русского языка перевести в сленг а сленг всегда упрощение языка к каким-то таким простым фразам это не усложнение как правило упрощение то мы с вами наши мысли сможем труднее выражать потому что будет нечем а значит на стенге то не естественно на нем говорит у него уже в голове он начинает мыслить такими же категориями с такими словами на этих словах и это свойство сейчас к психике когда человек изучает язык допустим английский только когда у него вот есть такой момент когда он по-настоящему выучил английский там испанский там португальский китайский какой момент когда она начинает ним думать думать без перевода то что он и вот как но люди которые не очень так хорошо знают язык они сначала по-русски формулируют про себя потом переводят и по-английски уже произносят а люди знающие совершенство язык они говорят на английском сразу или там на испанском каком-то они не без перевода это делают так вот сленг это тоже язык ты тоже начнешь думать и таким образом происходит упрощение твои 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 твоих мыслительных способностей уже упрощение а раз так упрощение твоей душе но упрощение не в таком хорошем смысле слова как вот но бог просто а в плохом смысле слова вот ну и плюс н обычно это конечно часто бывает ну что такое найти слегка похабное слегка такое найти но иногда это бывает сам даже приличные или там что-то такое вот найти вот ну слова без глубины что называется поэтому наверное все мы какие-то словечки мы можем использовать но прям говорить на сленге я думаю не стоит да говорит на свинку что это произойдет а раз упрощение мысли то ты не сможешь уже познавать это же бога даже мир не сможешь познавать не сможешь познавать самого себя то что не у тебя мне не хватит мыслительного аппарата не будет хватать поэтому чтобы какие-то там хохмы таскать услышать по хохотать это пожалуйста но это примитивно а вот чтобы познать себя или окружающий мир тут требуется конечно нормальный язык и не случайно ученые я про писатели уж там художник не говорю и а даже вот ученые например даже технических каких-то наук да там естественных у них обычно язык литературный тоже хорошо развиты потому что их мозговая деятельность требует этого не случайно кстати бы нам арома носу был одновременный поэтом такой вот всеобъемлющий ум он был еще и поэтому одно из однисла основоположников нашего русского таскать фифологического таскать наследия поэтому поэтому говорить на санге из этого не стоит внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео а а а а и а а и Продолжение следует...